Открой глаза, все та же трещина небес, в стекле окна. Всем привет! Вчера, конечно, сильно там бомбануло у некоторых после просмотра ролика с вот этими вот активистами, которые у российской блогер же спрашивали, чей Крым, начали писать всякие гадости. Ну, до гадости мы сейчас дойдем. Я вчера отсмотрел материал, который они опубликовали из райотдела. Я, в общем-то, и, скажем так, не ошибся, потому что там трешанина полная в этом райотделе было. Но про райотдел я запишу отдельное видео. А сейчас хочу немножечко вот как-то прояснить ситуацию, потому что то ли люди не хотят думать, то ли не хотят задумываться, то ли вообще просто не понимают, вот о чем я говорю. Вот смотрите, они сидят в райотделе и говорят как раз-таки об одной очень важной детали всей этой ситуации. Да ладно, если бы она сказала, что Крым – это Украина, мы бы там, ну, не знаю, мабуть не... Ну, она бы все не сказала. Ось, а вот в том-то и питании. Если бы она бы все никогда не сказала, потому что она россиян. Не, ну, знаешь... Вот, ребята, вот об этом я и говорю. То есть, Леонид, вот этот вот Леонид, сам заявляет, что она бы этого никогда не сказала. Что Крым – это Украина, да? То есть, он это понимает. Он это понимает, но он все равно идет ее спрашивать. Причем не то, чтобы там один раз спросить и типа показать. Он ее именно реально задалбывает этим. Понимает, но все равно задает вопрос. И как бы я не любил это слово и просто не люблю его использовать, такое слово, как провокация, но вот он фактически подтверждает, что он знал, что она не может ответить на этот вопрос, но все равно ее этим вопросом задалбывает. Это и есть провокация, понимаете? И вот вначале этот его товарищ говорит, ну, как бы она сказала, что крымцы Украины, то мы бы там не сильно... Что бы не сильно? Ну, вот, понимаете, что они делают? Занимаются ерундой. Хорошо, а если бы она сказала, что Крым – это Украина, что дальше было бы? Вы бы сказали, о, ура, классно. Тогда хорошо, что ты незаконно ездила в Крым. Тогда мы это поддерживаем. Ну, бред. То есть, понимаете, что бы она ни сказала, это не имеет никакого отношения к тому, что она нарушила закон. Правильно? То есть, какая разница, что она сказала? Она нарушила закон раньше, в 17-м году. Незаконно поехала в Крым, да? То есть, ее за это и лишили, в общем-то, права въезда в Украину на три года. Поэтому, какая разница, что бы она сказала? То есть, если бы она сказала, что Крым – это Украина, то вы бы пошли с ней обниматься? Ну, вот объясните мне, пожалуйста. Поэтому я и против этого, понимаете? И вот из всего того материала, который я еще вчера смотрел, я понял, что они никакого заявления никуда не подавали. То есть, если бы они подали заявление заранее, когда узнали, что она приедет в Украину, я так понимаю, это было известно какое-то время там заранее, до того. Но нет. Они заявление не подавали. Вот если бы вы подали заявление, и от нашего уважаемого государства не было бы никакой реакции, да, государство бы не реагировало на эту ситуацию и действительно пропустили бы ее, тогда бы это было бы оправдано. То есть, вы бы показали, что наше государство, вот оно, не работает, хотя оно, ну, понятно, и так не работает. Но вы бы на конкретном примере показали бы, государство не работает, вот пришлось сделать вот такое шоу, чтобы привлечь внимание. Тогда бы это было понятно. А так, то есть, вы знаете, что она не ответит, но вы идете ее, блин, и долбаете этим вопросом. Что от этого поменяется? То есть, сказала бы она, что Крым это Россия, сказала бы она, что Крым это Украина, или сказала бы она, там, не знаю, или там еще как-то ушла бы от ответа, это никак бы не поменяло ситуацию, понимаете? Ей все равно должны были бы запретить въезд в Украину, независимо от того, что бы она сказала. Вот об этом я и говорил в ролике. А вы там такого понаписывали. И вот, как бы там несколько комментариев я выделил. Просто хотелось бы озвучить и сказать свое мнение. Вот человек пишет, я к правнык, вы бомба, а я к громадянным, троеточие и знак вопроса. Ну, блин, собралась кучка экстрасенсов. Как понимать этот вопрос? Я гражданин Украины. Паспорт показать надо, или что? Ну, с тем же успехом я могу такому вот человеку ответить. Я к комментатору, вы бомба, а я к громадянным, три точки и знак вопроса. Что? Что хотел сказать комментатор? Ну, вот, если у вас есть какие-то мысли, вы, пожалуйста, напишите их так, чтобы их можно было понять. Тогда будет дискуссия, будет какой-то диалог. А так, как бы что написать? Вот еще один, но это даже не комментарий, это часть комментариев, там с человеком долго мы переписывались. Вот он пишет, что если бы она сказала, что поддерживает Украину, то you welcome. Поэтому у нее и спросили. Ну, вот я об этом уже немного сказал, да, перед тем, как этот комментарий зачитал. Ну, сказала бы она, и что? Ей все равно нужно запретить въезд, потому что она нарушила закон. И об этом я точно так же говорил и в первом ролике. Что вам не понравилось, ребята? Нарушила закон? Последствия? Вопросов никаких. Я говорю о том, зачем цирк устраивает? Вот это вот человек, один написал очень много комментариев с такой матершиной, злобной. Я не буду это читать, как бы все. Вот он меня чем только не называл. Причем, как бы, ко мне у него претензии, чему я не размывляю украинскую мову и чему я не выпчу украинскую мову за 30 роков. Я знаю украинский язык в идеале. Я сдавал экзамены, какие только возможно. И вообще для меня украинский язык это язык профессионального общения. У нас законодательство на украинском языке, понимаете? Если кому-то, может, невдомек, то, как бы, я уже больше 10 лет работаю в сфере права, где законодательство на украинском языке. Я не могу не знать украинский язык, вы понимаете? Не могу не знать. Потому что я на этом языке работаю. Я на этом языке изучал, ну, вообще, юриспруденцию. То есть все, что касается моей профессиональной деятельности, я думаю даже на украинском языке. Мне проще. И вот он с таким вот подходом, что, типа, чему ты не выучил украинские мовы, там, бла-бла-бла, козлячеговорящий язык у него там какой-то. Ну, такой бред. И пишет, видписываюсь. Причем, что интересно, вот я видписываюсь, значит, он на меня был подписан, этот человек. А если он на меня был подписан, то раньше него почему-то не бомбило от того, что я записывал ролики на русском языке. А почему сейчас бомбануло? Ну, почему? Вот можно объяснить? То есть раньше его это устраивало, сейчас нет. Ай, боже мой. Почему же так сложно? Почему вы не хотите думать? Я, как бы, всегда стараюсь призвать вот к разуму, да? Чтобы люди начали думать, думать. Нет, все, услышали, Крым, все, начинает бомбить всех. Ну, головой подумайте, пожалуйста. Вот один человек, который тоже написал, что отписывается. Если не ошибаюсь, он уже один раз отписывался. Автор, я просто в шоке от твоей позиции. Она нарушила закон, а конкретно пересекала незаконно границы Украины, приезжая на территорию Крыма. Ты же юрист и мат. Ну, так я об этом и говорю. А если есть соответствующие доказательства? Я просто не искал, мне неинтересно было. Была она в Крыму, не была. Ну, если вы там утверждают, что она была, и ей запретили. Наверное, есть на то доказательство, да, что она была в Крыму незаконно. Так я об этом и говорил. Если она нарушает закон, должны быть последствия для нее. И ей запретили въезд, и я это поддерживаю. Ну, в чем проблема? Что я не так сказал? Что не понравилось? А вот дальше пишет. А вообще, ты, такие как ты, защищают русских блогеров, которые лезут к нам в страну. Где я защищаю ее? Где? Где я сказал, что я ее защищаю? Мне вообще плевать на нее. Понимаете? Я сказал, что она приехала в Крыму, приехала в Украину, потому что ее не было запрета. А не было запрета почему? Потому что наше недокосударство не сделало свою работу. То есть закон придумали, но почему-то исполнять его не хотят. Несмотря на то, что она довольно публичный человек, известный. И, наверное, такой человек должен был попасть в поле зрения. И должен быть запрет. Я же об этом говорю. А вы мне какую-то хрень пишете. Я защищаю. Где я ее защищаю? У тебя не хватило духу защищать Украину с оружием в руках. Вот это вообще полный бред. Я ждал, честно говоря, таких вот комментариев. Но я об этом уже тоже как бы говорил. Ребята, со всем уважением к добровольцам, которые пошли туда воевать. Но, извините, войны добровольцы не выигрывают. Для этого у нас и существует государство. Понимаете? Потому что никто не хочет идти воевать. И это нормально. Люди хотят мира, мирно жить. Не воевать и не убивать других людей. Но если к нам приходит другое государство с войной, мы должны защищаться. И для этого у нас есть соответствующие законы, которые нужно исполнять. Я говорил в прошлом ролике уже об этом. И я вообще об этом говорю с 15-го года. Если на нас напало другое государство, все это признают. Ну, у нас в стране, да. Все признают. Но вместо того, чтобы объявить полную мобилизацию, всех в ружье и защищать свои территории, нам придумывают АТО, ООС и бла-бла-бла. Вот эту всю хрень. Понимаете? Закон нарушили. Вот последствия. Вот простой вопрос задайте себе. А все ли сделало наше государство для того, чтобы защитить свои территории? Я считаю, что нет. А все ли сделало наше государство для того, чтобы защитить наш народ, который там находится, на той территории, неподконтрольный? Я считаю, что нет. А был ли кто-то наказан за это? Опять же нет. Вот и весь вам ответ. Вот о чем я говорю. А вы мне возьмите оружие в руки и идите, блин, воюйте. Добровольцы не выигрывают войны. А для этого и есть государство, понимаете? Для того, чтобы организовать всех и победить. Чтобы все перевести на военные рейки. Но они не хотели этого делать, потому что это же в первую очередь затронет кого? Самих там этих всех олигархов, богачей. Потому что тогда им пришлось бы свои бабки вкладывать в войну. А так нет. Так можно ввести военный сбор и с нас потихоньку тащить бабки. И малыми силами там показывать, что мы там пытаемся защитить свою территорию. Нет, так это не должно работать. Дальше. Когда люди пытаются защитить Украину от россиянских пропагандонов, то ты хотя бы закрой свой рот. Опять-таки, я уже говорил об этом. Если вы хотите защитить людей, защитить нас от российских пропагандонов, пропагандистов, то пожалуйста, сделайте это цивилизованно. Я же говорю, я только за. Нарушила закон она, запретите ей въезд. Но цирк зачем устраивать? Зачем? Кому нужен этот цирк? Серьезно. Я был у тебя лучшего мнения и отписка. Ну, мнение есть мнение. У каждого оно свое. Самое главное, что большинство комментариев все-таки были позитивных. Были люди, которые поддерживают мое мнение. Были люди, которые где-то с чем-то не согласны. Они вступают в дискуссии. И это я тоже как бы считаю похвальным. Потому что в диалоге вот и рождается понимание. А если мы просто будем писать вот такие матюки, то вот этого ничего хорошего не будет. И сяду-ка я, наверное, монтировать ролик о том, что было в райотделе. Потому что там такая веселуха. Ну, боже мой. Я такого давно не видел, честно. Это будет очень интересно. Все. Всем добра, в первую очередь. И взаимопонимания. Ребята, думайте головой. Переставайте писать всякие гадости. Давайте находить что-то общее, что нас объединяет. А не просто писать гадости, когда вот как только вы услышали какой-то вот маркер по типу Крым, АТО, Донбасс. И у всех сразу башню срывают. Давайте думать, а потом писать. Или говорить. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok